Доброе утро! В эфире субботний выпуск программы «Вести Ульяновск» в студии Елены Тимонина и коротко о главном. 1157 лет назад появилась Кириллица. Как в регионе в этом году будет отмечаться День славянской письменности и культуры, расскажем в выпуске. Удостоены награды за ожившую картину. Ученики Мариинской гимназии стали призерами окружного творческого состязания. Спорт – норма жизни. В Ульяновских дворах до 1 июля планируют установить около сотни площадок с тренажерами. 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. По традиции, этой дате в календаре посвящено огромное количество событий. Несмотря на то, что пандемия внесла в программу празднования серьезные изменения, в регионе запланировано более 300 мероприятий. Правда, в онлайн-режиме. Для жителей и гостей региона музеи подготовили насыщенную программу. Это аудиолекции, музейные занятия и викторины. Праздник славянской письменности – это праздник уникальный. Он к нам пришел с 9 века, когда и была изобретена наша славянская азбука Кириллом и Мефодием. И не случайно называется Кириллица по имени ее создателя. И с той поры этот праздник действительно объединял славянские народы и особенно народы нашей страны. И, как говорится, язык – это главный признак нации, национальной культуры, духовности и даже государственности. Мы предложим нашим слушателям, нашим посетителям сайта, прежде всего, историю праздника и постижения вот этой нашей древней славянской письменности через увлекательные занятия. Все мероприятия пройдут на сайте Ленинского мемориала и в социальных сетях музейного комплекса. Принять участие в праздновании можно с 10 утра до 8 часов вечера. Кроме того, программу для ульяновцев приготовили Ульяновский колледж культуры и искусства, областной драматический и небольшой театр и библиотека для детей и юношества имени Аксакова, а также областная школа искусств. «Россия – великая страна с непредсказуемым прошлым», – подметил однажды известный сатирик и писатель Михаил Задорнов. История переписывалась не единожды, каждый раз внося сумятицу в умы юные и не очень. Семь лет назад по поручению президента страны российским историческим обществом был принят историко-культурный стандарт. На его основе и были созданы современные учебники по истории для школьников и студентов. Накануне ульяновские парламентарии выступили с предложением уточнить ряд формулировок и положений историко-культурного стандарта и отразить их в новой редакции учебников по истории России. Описывается путь из Варяг в Греки, более давняя история, но не описывается куда более серьезный, с экономической точки зрения, для развития нашего государства. Волжский путь, абсолютно. Описываются очень однобоко отношения с казанским ханством. Есть информация о том, как велись боевые действия, как брали Казань, но абсолютно не описаны положительные моменты в истории его взаимоотношений. Опять же, термин татаро-монгольский, с которого давным-давно пора убрать уже термин татарское, оставить только монгольское, описывается пакт Риббентропа Молотова очень однобоко, и нашим детям внушается мысль о том, что и политика Сталина, и пакт ввели к определенным последствиям, и амбиции великодержавные Сталина привели тоже к определенным отрицательным последствиям. Вот это все вместе вносит серьезные искажения и дезинформирует нашу подрастающую молодежь. Обращение к председателю Ассоциации Российско-историческое общество Сергею Нарышкину было единогласно принято ульяновскими парламентариями. Вдохнули жизнь в картину и стали призерами межрегионального конкурса. Ульяновские школьники, команда Мариинской гимназии заняла третье место в конкурсе видеопроектов «Художественные музеи по Волжье». Межрегиональный культурно-образовательный проект, в котором участвовала команда Мариинки, реализуется Нижегородским государственным художественным музеем уже третий год подряд. Цель – привлечь, а точнее увлечь российских школьников искусством. Ульяновцы в поисках полотна, в которые будут вдыхать жизнь, обошли все музеи областной столицы. Оживлять решили работу народного художника Российской Федерации Аркадия Ягудкина «Свой среди своих». Выбор, в общем-то, не случайный. Работали мы с десятиклассниками. Они как раз проходят Обломово. И это получилось своего рода практическое такое закрепление того, что они делали. Ну и плюс, конечно, творчество – это всегда интересно. Интересен был сам процесс работы. Сложность была, может быть, в том, что временной отрезок маленький – 4 минуты. И нужно было за эти 4 минуты рассказать как-то и про город, и про то, что связано у нас здесь с Кончаровым, и с Обломовым. И вот оживить картину. Костюмы, грим, инсценировка, диалоги на английском и даже съемочный процесс. Все было продумано до мелочей и выполнено десятиклассниками. Ребята, по словам педагога, по-настоящему вдохновились идеей. И приложили немало усилий для воплощения ее в жизнь. В итоге работа ульяновской команды была удостоена диплома третьей степени и специального диплома за оригинальность инсценировки. Индивидуальный тренажер во дворе своего дома. В Ульяновске начали устанавливать уличные спортивные площадки в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни». Малые архитектурные формы включают в себя турники, ворота и баскетбольное кольцо. Их устанавливают на бетонное основание, которое выстилается специальным травмобезопасным покрытием. Сейчас выстилается травмобезопасное бесшовное покрытие на восьми адресах сегодня. Сстелим в хорошую погоду, потому что в дождь ее стелить нельзя. После нанесения травмобезопасного покрытия будем делать разметку, выстилать начисто песком и делать отсыпку площадки. Всего в рамках проекта установят 100 площадок. Срок сдачи объектов до 1 июля. На эти цели совместно из областного и муниципального бюджетов выделено 30 миллионов рублей. Для того, чтобы у жителей, у всех маленьких и больших была возможность недалеко от своего дома проводить хорошее физкультурное и оздоровительное занятие. Чем хороша тем, что на ней не массово можно заниматься, а вот как раз по одиночке, одним-двумя людьми можно заниматься на этой площадке спортом. Это здесь и в мячик можно поиграть, это здесь и на брусьях можно, и на турнике. То есть полностью себя оздоровить и позаниматься физкультурой и спортом. Предполагается, что спорт-уголки будут дополнены освещением. Если проект найдет положительный отклик у жителей, такие площадки продолжат устанавливать во всех муниципалитетах области. Не место красит человека, но иногда место способно вдохновить человека на свершение и полет творческой мысли. Ирина Силкина пообщалась с ульяновцами, которые черпают силы и энергию в родной местности и транслируют любовь к малой родине через свое творчество. Волжские просторы, сохранившийся исторический центр с его фактурными зданиями стыка 19-го и 20-х веков и около ста музеев, среди которых крупнейший в стране авиационный музей. Все это служит источником вдохновения для творческих людей нашего города. Юлия Дубровина по образованию маркетолог. К дизайну она пришла не сразу. Девушка захотела сделать модные фото с городскими открытками в местах, которые на них изображены. Но современных и красивых карточек она не нашла, поэтому решила создать их сама. Мне всегда хотелось транслировать любовь к родному городу и разделять ее с людьми, которые чувствуют то же самое. Так в тандеме с художником появились серии открыток «Хорошо там, где мы есть» и «Один город, одна любовь». Открытки посвящены Ульяновску и его людям. На них императорский мост, краеведческий музей, здание с потрясающей любовной энергетикой, дворец бракосочетания. А свежую нотку в эту коллекцию внесли аквамол и набережная реки Свияги. На открытках креативные фразы. В планах выпустить серию с надписями на английском. Открытки с Ульяновском уже разлетелись по многим городам России и даже за границу. В Америку я знаю, что их отправляли. С 2010 года Ульяновск носит статус авиационной столицы России. И именно эту сторону в своем блоге в инстаграме освещает Анастасия Лужевская. На фотографиях красивая девушка в характерном наряде на фоне самолетов. А в темах постов все, что имеет отношение к авиации. Недавно я запустила рублику «Авиационная столица России», где рассказываю про город Ульяновск. И очень много сохранений, лайков набирают именно эти посты и эти фотографии. У аккаунта четко прослеживаемый стиль и уже есть друзья по всему миру. Благодаря авиаблогу Настя не только знакомит окружающих с отечественной авиацией, но и сама знакомится и общается с асами летного дела. А недавно девушка даже запустила свою инстамаску с самолетами, примерить которую может любой желающий. Я создала блог где-то год назад. И получается, стало... Сколько подписчиков уже? Ну, пока что мало, где-то 500-600. Любовь к самолетам у Анастасии, можно сказать, генетическая. Ее прадедушка во время Великой Отечественной войны был боевым летчиком. Отец работал в аэропорту Восточный и каждый год маленькая Настя с родителями посещала авиастар в день открытых дверей. Сейчас Анастасия учится в 10 классе и уже точно знает, с чем свяжет свое будущее. Это все очень романтично и, конечно же, каждая девочка мечтала в жизни стать стюардессой. Но хочется пойти куда-то дальше, хочется управлять воздушным лайнером, хочется чего-то большего. А любовь к авиации, это, наверное, больше, чем любовь, это жизнь. И вот эти чувства, эмоции, все, я пытаюсь выразить своими фотографиями через блог. Любовь к окружающей местности, креатив и мода сплелись и в творчестве современных ульяновских художников. Международная неделя мода в Ульяновске в этом году прошла под эгидой поиска смыслов и культурных кодов, которые бы отражали своеобразие нашего региона. Копнуть решили максимально глубоко, на 150 миллионов лет. Мы решили, что на основе вот этих аммонитов, которыми так славится Ульяновская область, мы можем, как художники, сделать паттерны. Потому что связь между художниками и модой, она, мне кажется, довольно-таки ярко проявляется именно в этом соприкосновении. Наш регион был центром Русского моря, в глубинах которого обитало множество удивительных существ. А сегодня аммониты, белемниты и другие богатства недр Ульяновской земли объединили искусство и моду. Молодые художники взяли тему золотого сечения. Раковина аммонита как идеальная спираль, рассчитанная по числам Фибоначчи. Пример гармонии и наша индивидуальная связь древности и современного мира. Мы еще не печатали паттерны на одежде, это всего лишь такая разработка, эскизы. Но было бы здорово, например, увидеть человека, который идет в платье или футболке, или кепке с рисунком, который сделал ты. Поиск локальности как манифест, как пропаганда уверенного знания, кто мы и откуда, и что несем в этот мир. Творчество ульяновцев еще раз показывает, что любовь к родине – это красиво. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. И смотрите в это воскресенье в программе Вести, Ульяновск, события недели. Их представит мой коллега Сергей Пузиков. Соблюдайте правила. Ульяновцев обязали применять средства индивидуальной защиты, но делают это далеко не все. Будут наказывать. Деньги будут, но осадок остался. Президент заступился за врачей, но почему некоторые клиники не сделали это сразу? Тест – один из лучших. В Ульяновске разработали быстрый анализ на ковид. В России мы одни из первых. Замучили собаки. Жители Курлана боятся выходить на улицу из-за сердобольности земляка. Десятки псов он отпускает на прогулку. С праздником матушка. У Волги свой день и ульяновцы отметили его почин. Храм истории открыт. В музее идем по записи. Спрос на экскурсии необычайно высок. Смотрите «Воскресенье» в 8.25 на «Россия-1» и в 14.00 на «Россия-24». На этом у меня все. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и отличных вам выходных. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите и укреплении семьи, сохранении традиционных семейных ценностей? Потому что должны быть папа и мама, а не родители номер два или номер один. Потому что дети – самое главное, что у нас есть. И об этом должно быть сказано в Конституции. Это будущее страны. Это наши дети. Это наши родители. Это мы. Семья – это основа. Каждый человек должен быть опорой в виде семьи. Потому что считаем, что без традиционной семьи не будет общества, не будет детей, не будет жизни на земле. Сегодня днем атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем в Ульяновске плюс 15, плюс 17. В воскресенье в Ульяновске ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночи в Ульяновске от 6 до 8 градусов выше нуля. Днем в Ульяновске плюс 15, плюс 17 градусов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»